Артём Каменист Апокалипсис Один из самых популярнейших сюжетов. Впервые появившись в древнейшие времена, он не потерял притягательности до наших дней. Шумерские писцы, старательно наносившие кленовидные знаки на бруски сырой глины, и писатели индустриального века, стучавшие по клавиатурам своих пишущих машинок, занимались одним и тем же. Вели хроники разнообразных вариантов конца света. Что общего между Библией, трудами Платона, поэмой Овидия, легендами полинезийцев и творчеством Герберта Уэллса? В них можно найти описание катастрофических изменений человеческого местообитания, приводящих к столь значительным трансформациям, что смело можно говорить о гибели привычного порядка вещей. Старый человеческий мир, достигнув предсмертного состояния, исчезает, уступая место новому. Апокалипсисы бывают локальные и глобальные. В первом случае они затрагивают лишь часть мира. Иногда географические или ситуационно изолированную от основной части иногда нет. Во втором случае под удар попадает вся наша планета. Солнечная система, галактика или даже Вселенная. Иногда апокалиптические сюжеты основаны на реальных событиях прошлого. Чаще вымышленные. Реже всего они основываются на реальных событиях будущего. К примеру, локальный апокалипсис «Гибель Титаника» был предсказан в малоизвестном романе «Задолго до печального события», причем совпадением массы деталей, начиная от стартовой ситуации и столкновения с айсбергом до схожих размеров и названий погибших судов. Немногочисленные представители человечества, уцелевшие после потопа, вторжения инопланетян, атомной войны или иного варианта глобального апокалипсиса, вынуждены приспосабливаться к изменившимся условиям. Иногда этот новый мир получается лучше прежнего, но обычно делается гораздо хуже. Во втором случае людям приходится выживать, отчаянно сражаясь не только за свои жизни. Умрут они, исчезнет наш род. Несмотря на избитость темы, она по-прежнему пользуется повышенным спросом. Ведущие кинокомпании мира готовы вкладывать средства, сравнимые с государственными бюджетами небольших стран, в создании фильмов об уничтожении нашей планеты. При этом на ленты, в сюжетах которых главной темой проходит улучшение мира или воспитание в его обитателях полезных для всех нас моральных качеств, выделяются копейки. И это коммерчески оправдано. Зритель массово пойдет лишь на первое. Существуют теории, согласно которым апокалипсис даже полезен. Главным образом, из-за связанного с ним значительного уменьшения численности человечества. Ученые мужи с умным видом рассуждают о том, что все наши беды вызваны одной простой причиной – нас слишком много развелось. Вполне серьезно называются разные цифры минимально возможной популяции Homo sapiens. Все, что выше, уже лишнее. По самым щадящим расчетам подобных демографов, выходит, что мы уже очень давно перешагнули опасную черту, и пора сокращаться. Экологические экстремисты прославляют вирус СПИДа, жалея лишь об одном – слишком медленно он распространяется. Войны, геноцид, эпидемии, голод – все, что уменьшает население планеты, вызывает у подобных личностей восторг. Нетрудно представить, что будет, если в их руки попадет особо опасный штамм или иное средство массового уничтожения, и найдется немало зрителей, готовых им аплодировать, а то и помогать. Откуда вообще в нас эта страсть к вопросу гибели мира? Мы что, втайне мечтаем о конце всего и рады любой картинке с подобным сюжетом? Наш мир и без того не идеален. Так почему же мы готовы смаковать сюжеты, в которых он становится гораздо хуже? Если насчет самоубийственной мечты все верно, то это плохая мечта, ведь она может сбыться, как в том странном случае с Титаником. А иногда наблюдать за гибелью мира придется не из мягкого кресла, и пальцы твои будут поглаживать не запотевшую бутылку пива, а что-нибудь другое. Например, рукоять автомата. Или подгоревшую резину противогаза. Или даже узел жгута, перетягивающего обрубок твоей оторванной ноги. И тогда, прочувствовав разницу между реальной картинкой апокалипсиса и тем, чем ты еще недавно любовался, сидя в удобном кресле, ты будешь неприятно удивлен противоестественностью своих былых пристрастий. Но будет поздно. У каждого апокалипсиса есть стартовый момент, с которого ход событий принимает линейно неотвратимый характер. Марсианские кровососы веками готовятся к вторжению, но все начинается лишь в тот момент, когда их исполинская пушка делает свой первый выстрел, послав к земле снаряд с десантом и боевой техникой. Это старт апокалипсиса Герберта Уэллса. В данном сюжете о нем было известно всем участникам. Земные астрономы замечают угрозу в свои телескопы, хотя первоначально не догадываются об истинном значении наблюдаемого. Выпущенный снаряд уже не вернуть, вторжение началось. В библейском варианте с этим сложнее. Там избранные получают исчерпывающую информацию от Бога, для остальных старт потопа становится полной неожиданностью, и первоначально они наверняка не понимали, что происходит. Возможно, даже радовались дождю. Так же, как радовались многочисленные зеваки, наблюдая за печальными последствиями столкновения двух машин. А почему бы не порадоваться? Ведь пострадала дорогая иномарка, очень дорогая. Такую они себе никогда не позволят. Раз они себе этого позволить не могут, значит, вывод ясен. Хозяин черной громадины наверняка вор. А если не вор, то еще хуже. И это заключение не оставляет простора для оправдания зависти. По делам ему. Пусть теперь сидит в капкане изорванного металла, дожидаясь помощи. Среди зевак избранных не было. Высшие силы не сочли нужным тратить свое личное время на предупреждение этих ротозеев. Никто из них не догадывался, что это не простая авария. Это старт. Старт апокалипсиса. События только что приняли неотвратимый характер. Снаряд Уэлса выпущен, причем без помощи пушки. Хотя своя пушка в этом апокалипсисе обязательно будет. Но на сцене она появится гораздо позже, когда из этих зевак в живых останутся единицы. Если вообще останутся. Грузовик почти не пострадал. А вот роскошно черный автомобиль выглядел некрасиво. Ударом машину вышвырнула с проезжей части, печатала левой задней дверью в столб. После чего, отлетев, она смяла крышу о нижнюю раму рекламного стенда. Подушки безопасности помогли лишь отчасти. Водителю размозжило голову. Три пассажира оказались в ловушке. Без помощи инструментов их из салона не вытащить. Машина дорожной инспекции прибыла к месту событий быстро. Милиционеры в ожидании приезда спасателей сдерживали собравшуюся толпу и повелительно размахивали жезлами, столь сомнительным способом пытаясь остановить рост зарождающейся пробки. Один из стражей порядка, обходя пострадавший лимузин, заглянул в раскрывшийся от удара багажник и вытащил из него автомат. Толпа зевак разразилась дружным вздохом и десятками комментариев. В банальной аварии появилась интрига. Честные люди с армейским оружием в багажнике не ездят. Значит, это точно воры. По делам им! Предное летнее утро. Мило светит крымское солнышко, весело щебечут птички. Неподалеку волны Черного моря лениво накатываются на берег, усеянный пропеченными телами загорающих. Смотреть на чужую беду, отягощенную интригующими событиями, при такой погодке — полная благодать. Зеваки были в восторге. Будет, что вечером рассказать приятелям и подругам. Уже завтра многие из них умрут, а остальные переживут их ненадолго. Кнопку запуска нажал не марсианин, а уставший водитель, не успевший вовремя вывернуть руль. Но разницы нет. Апокалипсис стартовал. Глобальный. Хотя, если не придираться к тонкостям, зазевавшийся водитель лишь немного приблизил неизбежное.